Здравствуйте, в эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Я уверена, что все прекрасно знают свои права. Но при этом нам всегда кажется, что наше право, оно как-то немного правильнее, может быть, и законнее, чем право другого человека. Непростое начало, непростой темы, которую мы сегодня будем обсуждать с моими гостями, член регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и Дети Солнца Дарья Воржева, сегодня в студии программы в центре внимания. Здравствуй, Даша. Здравствуйте. Спасибо большое, что откликнулась и пришла на эфир, потому что тема, о которой мы будем говорить, она непростая, но мы как-то постараемся, наверное, максимально помочь людям встать сейчас на место какого-то другого человека. И вот это вот наша задача на эфир, да? Поэтому давай расскажем, наверное, предысторию, почему мы затеяли этот эфир, в связи с какой ситуацией. Ситуация на сегодняшний день такая, что в интернете, чаще всего в инстаграме мы видим какие-то новостные ленты. И одна, конечно же, из тем, это родители, которые добиваются прав для своего ребенка. На сегодняшний день было, не на сегодняшний день, а вот в ближайшее время, за осень, возникло несколько таких историй, которые вызвали общественный резонанс. Которые вызвали общественный резонанс, а самое главное у нас, как у организации, которая старается защитить и объяснить права родителей детей инвалидов. Конечно же, возникают разговоры. И говорим мы о том, что очень неприятно, что возникает негативное отношение к родителям, которые пытаются добиться прав для своих детей, детей, либо сами инвалиды пытаются добиться для себя каких-то прав и условий в нашем городе. Конкретно о нашем городе хотим поговорить. Даша, ну вот действительно, я думаю, что эта проблема не только нашего города, она сейчас как-то повсеместно, по всей стране периодически возникает. Почему-то вот мы за своих детей же все боремся и готовы все, что угодно сделать, чтобы у наших детей были равные возможности со всеми, было хорошее будущее и прочее. Но при этом, почему такой негатив в сторону родителей, которые хотят того же, по сути, для своих особенных детей? Вот есть какие-то, ну хотя бы предположения у вас, раз вы вот так обсуждаете эту тему? Да, конечно же. Еще буквально 30 лет назад, не такой большой срок, да, как раз-таки поколение, которое выросло, и на данный момент являются либо родителями, либо наблюдателями за такими родителями особенных детей. О людях-инвалидах вообще ничего не говорилось. Это не обсуждалось, такие люди сидели дома, и прав фактически никаких не было, и заявить они о себе не могли. Мало того, что не могли, они боялись, они скрывали своего ребенка. А на сегодняшний день все больше и больше мы говорим о правах людей-инвалидов, мы говорим о правах за своего ребенка, как за инвалиды, так и за здорового. И порой натыкаясь на препятствия со стороны законодательной власти, да, допустим, не прописано было что-то еще для наших людей, для наших, я говорю, как это организации, то возникают вот такие препятствия, и родителям приходится идти через СМИ, идти и доказывать то, что это должно быть, и это нормально. То есть по праву это должно быть, по закону это должно быть, в принципе. Но кому-то надо, видимо, пройти этот законный путь для того, чтобы у остальных потом были открытые двери. Вот давай сейчас конкретно про конкретные ситуации, конкретные истории, для того, чтобы зрителям было понятно, о чем мы говорим. Вот совсем недавно произошедший случай в одной из школ Горно-Благовещенской, когда мама носила своего ребенка, первоклассника, на руках на второй этаж, потому что отказывалось, я так понимаю, руководство школы перенести класс на первый этаж, верно? Да, да. Именно такая ситуация была. И когда мы прочитали эту статью, то увидели под статьей, что часть людей реагирует довольно-таки хорошо и поддерживает маму, и проявляет чувство понимания к тому, что это очень сложно. А часть отделилась и воспринимает это очень негативно. То есть оскорбляя, пишут прямо, какое право вы имеете требовать, или идите туда, где для вас созданы условия, тем самым отправляя всех детей, инвалидов, собраться в одном месте, как не угодно. То есть, опять же, это реакреация какая-то. Идите туда, в какое-то место, где вас никто не будет видеть. Да, идите в ту среду, где для вас уже сделали все условия, а как бы все остальное пространство не для вас. То есть именно с таким посылом это звучит. Даша, но с другой стороны, сейчас есть даже на государственном уровне большое количество программ, которые нацелены на то, чтобы сделать доступную среду. То есть и это получается полнейшее противоречие в принципе политике, которая сейчас проводится государственной. Да, то есть государство сейчас направлено на то, чтобы расширить границы, то есть создать классы, в которых будут находиться как дети нормантипичные, здоровые, с детьми, с какими-то особенностями развития. Не обязательно эти особенности развития должны касаться ментальных нарушений. Это же и физические могут быть нарушения, когда ребенок абсолютно все понимает. Он абсолютно здоров головой, скажем так. При этом у него есть какие-то ограничения физические, и общество своим негативным отношением пытается его сместить. Мы же можем сказать о том, что не все дети рождаются инвалидами. Вот это вот самый главный момент. Вот опять же, если наши зрители сейчас представят такую ситуацию, жил ребенок здоровый, замечательный, учился, ходил в школу, ходил на какие-то кружки секции, и тут в его жизни в какой-то момент случается, не знаю, авария, да мало ли что может быть. Он травмировался и, допустим, прикован к инвалидному креслу. У него жизнь и так фактически развернулась полностью и поменялась. И еще и травмировать его дополнительными изменениями получилось. Да, то есть никто не смотрит с той стороны, что если этот ребенок не родился инвалидом, а стал им, да, и стал им, допустим, уже в средней школе, тогда сохранится та же позиция родителей, да, которые считают, что ребенка нужно изолировать, отправить его в ту школу, в которой есть эти условия. То есть мало того, что случилась беда, и ребенок испытывает сложности в жизни, так давайте его еще и изолируем, отправим теперь его туда, где ему будет комфортно и удобно. Мне кажется, очень бы хотелось, чтобы наши жители и вообще, в принципе, люди смотрели на это с другой стороны. О том, что границы должны, наоборот, открываться перед людьми, перед всеми людьми, независимо от особенностей их здоровья, от особенностей их поведения. То есть, конечно, мы не говорим о том, что этот ребенок там будет мешать в классе, да, другим детям. Мы говорим о том, что каждый человек со своей позиции, а самое главное его мама, хочет комфортных условий, хочет только самого лучшего для своего ребенка. Да, я знаю, еще такой случай был. Мы, естественно, не на основании одного случая только говорим, да, что жители дома запретили установить пандус на месте балкона, потому что он был необходим. Да, есть такая ситуация на сегодняшний день, и хотелось бы понимать позицию людей, которые против, да. Мне кажется, это тоже ввиду того, что люди считают, что вы слишком многого хотите. То есть, опять-таки, уже будучи взрослыми людьми, инвалидами, когда ты один на один уже со своей проблемой, то тут отстаивать свои права еще сложнее. А негатив со стороны общества, он приводит к тому, что происходит обратное замыкание в своих четырех стенах. То есть человек, по сути, не поддержанный обществом, он и так психологически подавлен, он опять здесь уходит в себя, да, в свой какой-то вот мир, и лучше посижу дома, чтобы никто меня не видел. Но мне очень радостно, что мы эту проблему подняли, но вообще, по сути, что касается прав, они сейчас достаточны у людей с ограниченными возможностями. Много прав? Вот если действительно вот так ставить на чашу весов вопрос, вот много ли? Я думаю, что нет, потому что возникают такие ситуации, что необходим представитель, который будет бегать и отстаивать права, искать условия для того, чтобы человеку, либо ребенку инвалида было комфортно. А если нет человека, который вот так готов просто пожертвовать собой, своим временем, да, и этим заниматься, то, по сути, я так понимаю, человек с инвалидностью ничего сделать сам не сможет. По сути, мы получаем откат назад, где ты замкнут один на один со своей проблемой. Даша, спасибо большое за такой эфир. Я думаю, что мы еще будем продолжать эту тему, потому что, наверное, нам всем стоит получше познакомиться с тем, что такое эмпатия, в принципе, научиться ставить себя на чужое место, и в этом большая ваша роль. Спасибо большое. Спасибо за то, что озвучиваете эту тему. А я напоминаю, что сегодня с гостях была Дарья Воржева, член регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и организации «Дети солнца». Вы смотрели в центре внимания. До скорой встречи. Будьте здоровы и счастливы. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok